Мальчик жив и здоров. Пожалуй, это главные слова, которые ждали не только родители маленького Мухаммеда, но и все казахстанцы. По официальной информации, задержана жительница города Арысь, 56-го года рождения. Женщина водворена в изолятор временного содержания. Подозреваемая ранее несудима и на учете не состоит. И вот сегодня всплыл другой любопытный факт. В ходе выяснения причастности, подозреваемый к аналогичным преступлениям, задержанная призналась в похищении другого ребенка, девочки, двумя годами ранее. Вчера поступил нам звонок. Житель города Арысь, исполнив свой гражданский долг, по ориентировке узнал ребенка и нам сообщил о местонахождении. После получения информации, следственная оперативная группа в полном составе выехала на место в город Арысь в доме. Обнаружили ребенка. В настоящее время ребенок жив, здоров. Задержали там, в этом же доме, жительницу, 56-го года рождения. Наши подозреваемые полностью признаются. Также хочу сообщить, если вы помните, 9 октября 2013 года, после занятий возле школы, покетили ученицу первого класса, умер Ален Нурай. Через 10 дней мы нашли ее, но преступление до настоящее время не раскрыто было. По этому факту также в 2013 году было возбуждено уголовное дело по статье 125, часть 2 УК Республики Казахстан, похищение человека. В настоящее время вчерашняя женщина признается в этом преступлении, что она совершала в 2013 году, похищала, также и умер Ален Нурай. Мухаммеда Камшебека уже осмотрели медики Ордобасинской центральной районной больницы. Никаких причин для беспокойства нет. С мальчиком сейчас работают детские психологи. По их словам, маленький Мухаммед чувствует себя нормально. Жалуется лишь на журналистов и на вспышки фотокамер, которые преследуют первоклассника последние сутки. Жизни мальчика, слава богу, ничего не угрожает. Мухаммед абсолютно здоров. Мы осмотрели ребенка, ни ушибов, ни ссадин мы не обнаружили. Со слов сына я поняла, что он все время находился дома. Его кормили и играли с ним. Ничего плохого про родителей ему тоже не говорили. Почему эта женщина похитила мальчика, я не знаю, не понимаю. Я благодарна всем, кто мне помог. Отдельное спасибо журналистам и сотрудникам ДВД. А всем родителям хочу посоветовать – тщательно следите за детьми. Для шестилетнего Мухаммеда пока наступили внеочередные каникулы. Всю неделю за мальчиком будут наблюдать врачи и родители. Шудин Саидов, Ервал Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».